Музыка Меня зовут Айбек, мне недавно исполнилось 36 лет. Мы обучаем детей делать мультики. Мы, в принципе, всегда понимали, что мы хотим делать социальные проекты. И я считаю, что бизнес должен иметь какую-то социальную направленность. И мы решили, что хотим заниматься с особенными детками, потому что мой муж инвалид. И мы столкнулись с тем, что многие люди не воспринимают инвалидов как полноценных людей. Вообще свою карьеру я начал на госслужбе, где проработал от специалиста отдела культуры. Затем работал специалистом в юридическом отделе Акимата, это в своем родном городе Балхаш. И в целом в Акимате я проработал длительное время и дорос до помощника Акима города. Затем я работал в налоговом комитете, работал на железной дороге до черного предприятия «Казахстан-Тимиржола» и переехал в Астану. Меня позвали в одну известную государственную компанию, в которой я возглавлял юридический департамент. С Айдпеком мы познакомились вообще в интернете давно. Мы просто общались, и он был юристом, и я консультировалась. То есть мне нужна была консультация юриста, мы с ним, он меня консультировал, мы общались. И вот как-то потом все переросло в нечто другое. Я встретил с Аню, можно сказать, в соцсетях, и мне понравился ее стиль, то, как она пишет, то, как она… Я на тот момент еще немного видел, и поэтому знал, как она выглядит. Да, она мне понравилась, в том числе как девушка, очень симпатичная была. И плюс понравился ее характер, ее чувство юмора, то, как она пишет, то, как она чувствует, то, что она искренняя. Это было после несчастного случая, но у него еще было зрение. То есть он в 2011 году попал в аварию, и зрение у него начало ухудшаться. Окончательно он ослеп где-то в 2012 году. Мы с ним как раз в 2012 году познакомились, я знала, что с ним произошло. На тот момент я, наверное, сейчас вспоминаю, я не знала, что его ждет. Мы с ним общались, но наши с ним романтические отношения начались уже после того, как он потерял зрение. Я почему-то сразу подумал, что она будет моей. Я, наверное, слишком самоуверен, но если не ставить себе высоких целей, жить скучно. На самом деле, это, наверное, необычный опыт встречаться с незрячим человеком. Элементарно просто потому, что он не... как бы... Это нестандартно, он не сможет заехать за тобой, вы не сможете так вот пойти на стандартное свидание. В целом, мне сейчас уже нетрудно об этом говорить и вспоминать. Это был обычный день. Я торопился на работу, потому что мне дали выходной, я торопился на работу. И в один момент, когда ехали по трассе, это все произошло буквально мгновенно. Мы вырулили на обочину, и, видимо, водитель не справился с управлением, и мы опрокинулись в кювет. То есть я помню, как мы летели в этой машине, как был удар о землю, раскрылись подушки безопасности. И я потом ненадолго потерял сознание, но очнулся тогда, когда меня вытаскивали из машины. Машина в этот момент уже на крыше стояла. Даже сейчас анализируя, я понимаю, что у меня было просто непонятное ощущение, как это со мной могло произойти в целом. Я, в принципе, по своей природе, наверное, фаталист. Поэтому главное, что... И я о себе в тот момент не задумывался. Главное, чтобы вот... Главное, чтобы ребенок был здоров, главное, чтобы сопровождающие были здоровы. О себе я думал в последнюю очередь. Да и, может, боль отвлекала. Через три месяца я почувствовал, что что-то со мной не так. Как-то я плохо вижу вечером, там, начинаю быстрее уставать. Я пошел к врачу, и меня сразу направили в глазной институт в Алмату. Так как я в тот момент жил в Астане, меня срочно направили в глазной институт в Алмату. Просто сказали, срочно езжай, тебе нужна срочная операция. Я поехал, ну и тут мне уже сообщили врачи. Естественно, первая реакция была, какое-то неверие, нет, этого не может быть. Потому что как так? Может, можно что-то сделать? Я спрашивал врачей, но они говорили. Нет, к сожалению, если только может быть, поддержать. На тот момент я немного видел, но уже гораздо хуже. Я, когда узнала, что он ослеп, вот честно скажу, мне было любопытно, что испытывает человек, который не видит. Я ему задавала кучу странных, наверное, неудобных вопросов. Таких как, а что ты перед собой видишь? Видишь ли ты свет? Как ты передвигаешься? Это было не праздно любопытство, просто это было действительно интересно, каково люди живут в таком состоянии. То есть мне хотелось понять. Честно говоря, после этого я даже дома, когда ходила, я часто ходила с закрытыми глазами, с повязкой, чтобы понять, каково это. Я поняла, что это страшно. Ты не знаешь, мы даже дома ходим, да, можем наступить на игрушку, не замечая, это так больно. Я видела его внутренний мир, я видела его настоящим. И мне, я как-то вот тоже думала же, насколько важно мне то, что он незрячий. Я для себя поняла, что это не самый главный такой момент. Ну, незрячий, незрячий. Главное у него голова на плечах. Есть он, очень умный, очень добрый, очень человечный. Когда мы только начали встречаться, мне, конечно, было немного неуютно, может быть, сложно в том плане, что, вот, допустим, незрячие люди, если вы заметили, они ходят немножко по-другому. У них походка меняется, потому что они не видят, и они очень аккуратно, очень осторожно ходят. Это я по себе привыкла очень быстро ходить. Я все время куда-то тороплюсь. И мне даже элементарно поэтому было тяжело. То есть мне все время, пойдем, 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 пойдем быстрее. А он такой, подожди. То есть, ну, как бы он не ходит быстро. Многие незрячие ходят с горбленой, потому что, как Айпе говорит, часто могут удариться об что-нибудь. Мне это не нравилось. Ну, я не люблю, когда мужчины горбятся. Мы с ним, как бы, учились, чтобы он ходил прямо. Сейчас, ну, вот, можете, как видите, он ходит достаточно прямо. Но первое время, да, то есть все время он ходил с горбленой, почти с ростом меня был. Мне это, ну, как бы, не нравилось. Мне даже, наверное, как-то со стороны выглядит. Ну, ничего, как бы, время, тренировки дали свои плоды. И первое время, допустим, мне кажется, любой человек, кто вообще ходит даже рядом с незрячим, ему тяжело в том плане, что мы идем, идем уже автоматически, перешагиваем ямы, ступеньки. То есть нам не надо думать, что, о, это ступенька, надо подняться. Мы просто поднимаемся. А с незрячим человеком так не получится. То есть я пару раз, мы с ним шли, приводила его в дерево. То есть, ну, как бы, я так рассчитываю свои габариты, ветки, а он гораздо выше меня. И, как бы, часто, один раз ударила его об дом. Это было больно, конечно, и сейчас не смешно. Вернее, сейчас это смешно, тогда было не смешно. Мы сперва встретились, позавтракали, потом поехали в горы. Мы погуляли по Медео, на Чамбулак съездили. Потом погуляли по городу в целом. То есть это было просто времяпрепровождение, приятное и полезное, потому что мы общались, мы узнавали друг друга, мы радовались этой встрече, можно сказать. Ну, во всяком случае, я радовался. Я тогда, естественно, был более закомплексованный, чем сейчас. Я очень волновался. Но благо мне повезло, что Саня в целом открытый, искренний человек. И она мне помогла. Когда мы поехали в горы, я дотронулся до ее руки. И мне показалось, что мой мир перевернулся. И я понял, что все, вот тот человек, который... Это вот на уровне интуиции, видимо. Первым делом, когда просыпался, сразу лез в телефон и писал ей «Доброе утро». Потом вечером мне обязательно нужно было с ней поговорить. Когда мне уже не хватало общения с ней, когда я понимал, что мне нужен человек, я хочу знать, что происходит в ее жизни, я хочу окружить ее заботой, теплом. Если какие-то у нее случаются проблемы, я понимал, что я хочу постараться помочь решить их. Обдумав все это, осознав, я понял, что я влюбился и признался в этом Санье. Мне повезло, что это было взаимное чувство. Я вот как раз, наверное, когда все взвесила, все плюсы, минусы, я как-то вот для себя какой-то план прочертила, поняла, что мне с ним будет хорошо. И, видимо, вот он тоже это чувствовал, и как-то вот он признался мне в любви. А я настолько, ну, как бы тоже люблю быть честной, и у меня не было ощущения, что я хочу ему это сказать, то же самое. Я просто сказала, подожди, говорю, у меня очень, говорю, странное ощущение внутри, говорю, прям, ну, вот у меня сильно было вот так вот. Я говорю, дай мне время, мне надо переосмыслить. Как раз это был вечер, я приехала домой, лежала, подумала, и у меня внутри тоже родилось это желание сказать, что я тоже люблю. Я чувствую, как он меня любит. Я опять же думаю, какая разница, видит он меня или нет. Он видит меня сердцем, он видит меня душой, и это главное. Когда у меня нет настроения, ну, бывает, или я о чем-то переживаю, он это чувствует, хотя, грубо говоря, он даже не видит выражения моего лица. Он говорит, что с тобой? Я говорю, да я ничего. Он говорит, ну, я же чувствую, что, говорит, какая-то аура. Ну, недаром же говорят, когда, наверное, одного чувства нет, другие чувства обостряются, то есть это и слух, и интуиция. У него интуиция очень сильно развита, то есть, ну, как бы в этом плане я всегда тоже прислушиваюсь к нему, потому что он всегда точно знает, что у меня на душе, о чем я думаю, это даже иногда пугает. Можно сказать, что моя жизнь перевернулась, потому что я нашел не просто любимую девушку, я нашел единомышленника, я нашел человека, который понимает меня. Я не говорю, что мои родные не понимали меня, но я не мог им доверить некоторые моменты, а тут появился в моей жизни человек, которым я могу делиться своими какими-то переживаниями, какие-то мысли с ней прорабатывать, придумывать идеи, реализовывать их, потому что это человек, которому не надо много объяснять. У подруги мне, допустим, одна подруга сказала тебе, зачем тебе это надо? Я говорю, ну, в смысле, как бы зачем надо? Ну, говорит, ну, это же абуза. А я так подумала, почему абуза? Ну, я понимала, что немного будет сложнее, но я не думаю, что это абуза, потому что есть такие сложности, допустим, в быту, такие, как я не могу ему послать мусор вынести. А иногда хочется. Я не люблю ходить мусор выносить, вот честно. Но нам приходится это вместе делать. Или, допустим, когда я беременна была, у меня был токсикоз, мне ночью проспалась, хотелось там клубники, чего-нибудь. Я не могла его послать, и я вставала в 4 утра и сама ехала за ней. То есть какие-то такие, как бы, неудобства, но мне кажется, это настолько мелочь по сравнению с тем, что я получаю, как бы, от жизни с ним. Мне нравится, что он с любыми людьми, вот, может найти общий язык в какой-то компании незнакомых людей, он начнет с ними общаться, начнет там шутить, и он как душа компании. Мы как-то были на дне рождения у моей сестры, то есть были друзья моей сестры, ее мужа, познакомились с некоторыми ребятами, пели в караоке весь вечер. Некоторые люди даже не поняли, что он незрячий, как оказалось. То есть они когда уже домой, ушли, поздно ночью с сестрой, общались с мужем, с ее мужем. Знаете, что айтпек незрячий, они говорят, ну, не верю, как, типа, ну, вот у многих людей, что если незрячий инвалид, он должен быть каким-то таким зажатым, закомплексованным, неразговорчивым. В принципе, я по жизни довольно спокойный и веселый человек, наверное, мой веселый нрав, и плюс мне очень помогли мои родные, которые поддерживали меня во всем, и мои друзья. Он не из тех, кто будет ныть, что ему кто-то что-то должен, он всегда, он никогда не бежит от работы, он готов всегда работать, что-то делать. И мне нравится, что он понимает, что ответственность лежит на нем за свою жизнь, за свои поступки, за семью. Ну, как бы мне это нравится, как женщине, конечно, что человек готов убирать на себя ответственность. Я чувствую его поддержку во всем. Во всем, начиная с того, что когда мне вот надо было продолжать обучение, он заплатил за мое обучение, когда у меня не хватало денег. То есть, хотя можно было бы там, допустим, он мог бы сказать, зачем тебе это надо, это большие деньги. Я чувствую его поддержку даже по дому, когда мы дома вместе убираемся. С ребенком так он практически, ну вот, все делает с ребенком. Когда, допустим, мне надо вот поработать, мне надо встретиться с клиентами, он вот и с ребенком. Я еще никогда не получала такой поддержки, такой любви от человека. Я считаю, что это стоит больше. Это действительно, ну, как бы то, что я ценю. Начиналось все с того, что мы с Аньей понимали, что мне, как инвалиду, работа в какой-то компании не грозит изначально. То есть работодатели не рассматривают для себя возможность именно нанять на работу юриста, который является незрячим. Частная практика тоже не приносила такого очутимого дохода, потому что многие клиенты тоже опасались того, что их юрист является незрячим. Мне, конечно, предлагали работу, предлагали работу массажистам, но я этого не люблю и не умею делать. Я не люблю заниматься тем, чем не хочу заниматься и чего не умею делать. Ну, у нас с мужем была идея заняться своим бизнесом, но было очень много идей. Мы с ним такие, как, ну, любим что-то придумывать. Но мы хотели делать какой-то бизнес, чтобы не просто деньги зарабатывать, а чтобы это было полезно для общества. И мы хотели заниматься именно с детишками. Мы искали множество разных идей, и однажды наткнулись на франшизу «Мультистория» и решили, что, ну, как бы, это очень интересная такая тема, чтобы привести в Алма-Ату. Мне понравилась уникальность идей, что у нас, я не слышала, чтобы в городе или в стране была такая мастерская уникальная, где деток обучают создавать мультики собственными руками, то есть методом классической анимации. Мне понравилось, что здесь дети развиваются разносторонне, начинают в мелкой моторике, то есть они лепят из пластилина, заканчивая проектным менеджментом, то есть создание мультика – это целый проект. Они ставят цели, они ставят себе сроки, то есть это очень важные навыки, которые в школе этому не учат. Поэтому нам эта идея понравилась. Давай подумай, может быть, панда что-нибудь, это же кунг-фу панда, может, она ногой что-нибудь сделает или попрыгает. Сальто? А, прыгать будет? Давай. Хорошо, смотри, тогда вот так вот. Ручки убираем. Она позволяет развить в детях воображение, потому что не секрет, что сейчас дети с небольшой охотой придумывают что-то, изобретают. Им проще посмотреть где-то в гугле, узнать где-то в интернете. А наша мастерская позволила бы им развить воображение, затем развиваются навыки проектного менеджмента. Мы когда проводили мастер-классы для особенных детей, мы видели такую вещь, что эти детки создают мультики, они делают то же самое, что и обычные дети. То есть они рисуют такие же цветочки деревьев, то есть у них есть такой же внутренний мир, и они думают о том же. И они ничем не отличаются от других. Поэтому и мы тем самым хотим другим людям показать, что эти детки такие же. И вот как-то все завертелось, закрутилось, быстро все началось. Нашли они довольно-таки быстрого инвестора. Нашли вот это помещение, начали ремонт. Мы с мужем активно помогали. Мы как скорая помощь стараемся всегда помочь Сане с Айбеком. С Анейой и Айбеком я уже знаком больше года. Они тренировались у меня в прошлом зале, где у нас был социальный проект. И мы работали с людьми с особенными потребностями. Данные изменения на Айбек очень сильно повлияли. То есть он стал не только сильнее физически, у него действительно сила воли стала гораздо сильнее, выше. И возобновили тренировки, тренируются вместе. Действительно, это очень важно, мне кажется. Потому что сейчас у нас есть правильный здоровый тренд в том, чтобы практически все люди сейчас занимаются спортом. Но когда они занимаются действительно семьей, это большая поддержка друг другу. И это гарантия того, что завтра им это не надоест. Они видят реально пользу для себя, для общества. Они пример для многих в зале. Они мотивируют других людей. Уровень их ответственности гораздо выше стал перед обществом в том числе. Потому что они организовали свой бизнес. Они являются владельцами бизнеса, который является также полусоциальным. Зная этих людей, на сегодняшний день я могу сказать, что таких людей очень мало. И они действительно большие молодцы. Они заслуживают большого, огромного уважения. Они мотивируют и меня, и моих друзей. И я рад, что эту историю сейчас увидят много людей. Сейчас достаточно у всех есть какие-то проблемы. Но вы посмотрите, как справляются люди со своими проблемами. И действительно понимаешь, что нет ничего невозможного. Главное верить в себя, верить в своих друзей, в будущее. И с уверенностью идти вперед. Это самое важное. Я сейчас мечтаю о том, чтобы мы свой бизнес наладили так, чтобы поменьше, наверное, работать, а побольше времени проводить вместе, побольше времени проводить с ребенком, путешествовать. Я вообще сама очень люблю путешествовать. Но вот последние несколько лет все никак не получается. Сейчас ребенок родился, и сейчас она маленькая еще. Вообще, да мы вместе с ОПЕКом мечтаем. Кругосветное путешествие. Мечтаю о том, что технологии разовьются, и он сможет видеть хотя бы частично. Мечтаю о том, чтобы он увидел свою дочку. Я скучаю, наверное, потому, что я не могу увидеть какие-то моменты, связанные, например, улыбку моей матери, улыбку моей супруги, то, как сделал первые шаги мой ребенок. То есть такие моменты, как чудесная природа вокруг, допустим. Какие-то... Ведь красивое можно найти во всем, хоть в листике, хоть в облаке. Спортом я занимаюсь всю жизнь. В школе у меня были разряды, юношеские, взрослые. И в основном все по легкой атлетике, вот настольный теннис. Ну, в общем-то, по легкой атлетике все виды спорта. Раньше, как у нас говорили, двоеборья, троеборья, пятиборья. По всем направлениям легкой атлетики. Участвовала и в летних, и в зимних. Раньше спартакеада, олимпиады, районные, областные, республиканские. Сейчас я в основном марафонбек занимаюсь марафоном. На международных начала участвовать 2 января 2012 года. Ну, чисто случайно как раз вот марафонцы ребята приехали у нас с ночевой. Ну, я для интереса в 6-часовой пробежала. Я, правда, не скажу хороший результат, но факт, что проучаствовала, сертификаты, место заняла, и подарки очень хорошие были как раз после Азиаты. Мне понравилось. Раньше-то я для себя как бы бегала, для здоровья в основном. Из-за чего я в 9-м классе обмораживала ноги, у меня ригматизм начался. Начала бегать как раньше, ну, занималась спортом. И бегала, и бегаю, и у меня ноги не болят как бы. В 85-м году в управлении капитального строительства я ведущим инженером работала. У нас 2 года, как сапожник без сапог, говорят. Тоже простыло, начали ноги болеть. Я начала вот с зимы, считай, начала бегать. А так в основном я вот с 85-го года по 2002-й год, пока вот внучка не родилась, она маленькая была, начала уже бегать. По 2007-й год я каждую весну-осень по 3-4 месяца от плюс 10 до минус 10. И зимой уже с минус 10 до плюс 10. Само жару и в холод я не бегала. Ну, как бы легкие, чтобы сердце не садить. Для себя утро-вечер, ну, начинала с километра до двух и до марафона. Потом немного забросила, потому что детки, и за ними глаз да глаз. Для себя все время я пробежки делала, растяжки, как бы это, занималась, конечно. Ну, по молодости, вот пока дочь росла, со свекрами жили, я лет 9, лет 9 будет, 80 лишним лет, йогой занималась, хабха-йогой. Между делом на соревнованиях участвовала тоже, раньше же между организациями соревнований, настольный теннис, шахматы, шашки, волейбол. В общем, мы с ребятами, вот сейчас точно врать я не умею, не буду, мы на что-то поспорили. А у нас там на РТШ залив, море же разлилось, море Бухтарминска напротив нашего села, 12 километров ширина моря. И у нас там залив, короче, песчанка. И от пристани песчанка до нефтебазы полтора километра вот этот залив, ширина залива. И мы на спор, короче, туда-обратно проплывем. Ну, девчат не было, я одна, я всегда с пацанами соревновалась. Проиграли. Мы же на РТШ выросли. Мы до боя плавали. Один раз чуть не утонуло, так интересно. Судорога меня потянуло. А как получилось, в седьмом классе, да, только седьмой класс закончили. И поплыли до боя. Галя Халина у меня подруга, у нее отец Рыбнадзор был, дядя Миша. Она, значит, вот со спасательным кругом. Ребята эти камеры надули. Ну, как, не уверена, дистанция-то большая. Ну, расстояние-то все равно большое же это плыть. А я так поплыла. И ветер с берега, они меня не слышат, у меня судорога потянуло. Ну, я решила подождать, из-за чего судороги. И ноги вниз опустила в воду, то плывешь ноги все равно, вверх-то теплее, вода греется. Не несло, у меня началось судорогой. Уже и щипаю, и ноги кверху, и шлепаю по воде ни в какой. Пришлось обратно плыть. Ну, как начала марафон бегать, вот уже шестой год участвую на международных, вижу. Вот марафон я бегаю, например, в Алматы марафон каждый год. Вот как начали проводить каждый год. Омба-марафон тоже каждый год. И еще между ними и гандикап, и зимний рождественский. Ну, когда сильно холодно, я на рождественские соревнования не езжу. Я бегаю лично только для здоровья, а не гробить здоровье, как говорится. Я занимаюсь по мере своей возможности. Никогда я себя не насилую, как через... не могу или как... не делаю ничего. Я делаю то, что я могу. Это все Алматы марафон. Вот второе место. Это прошлогодний, наверное. Значит, первый. Первый каждый день на пешке к марафону. Это вот Астана марафон. Амигульсин у нас в течение уже последних двух-трех лет участвует практически во всех наших соревнованиях. Она специально приезжает на наши забеги. Впервые она к нам приехала два года назад на Тенгри Ультра. Тогда она нас, конечно... Ну, меня поразило, потому что человек в таком уже солидном возрасте, почтенном даже, да, а она бегает ультрамарафоны. Эти все в основном ультрамарафоны. Вот двухдневные забеги. Тенгри Ультрамарафон – это прошлогодний. Вот это медаль участника финишера. Вот финишер 35 километров. Это медаль призера. Это в этом году вот 35 медаль финишера, медаль призера первое место. Вообще по жизни я не люблю слова «не могу», «не хочу», «болею». Болезни нужно предупреждать. Я всегда говорила «не хочешь – заставим», «не можешь – научим». И учила. И многие благодарны, конечно, по жизни. Много приходилось учить, учеников много. Самая первая специальность у меня в физруком школе работала. Потом уже училась, и в связи проработала некоторое время, а потом по основной специальности, когда уже закончила институт. И работала практически основной стаж работы как инженер-архитектор в строительных организациях. Художником-оформителем работала. Ну, это в основном подработка. В то время спорту уделялось очень большое внимание. Массовые занятия спортом, начиная, как говорится, с детсада, с яслей, с детсада, утренняя гимнастика обязательно проводилась, и радио, и телевидение. Ну, не скажу прямо все-все, но основная масса населения занималась спортом. Я считаю, что марафон – это не преодоление развития. Расстояние, дистанции, например, да? А преодоление самого себя, что ты должен распределить свои силы вот на ту дистанцию, которую ты хочешь преодолеть. Не просто финишировать, естественно, конечно, попасть в призовое место. Я всегда преодолеваю дистанцию, финиширую. Ну, время может быть с какой-то разницей. Иногда даже вот, если не отдохнувши, или с дороги мы, например, марафоны и полумарафоны, я бегала и в Омске, и в Алмате. В свое время, как говорится, не укладываюсь, но во всяком случае я контрольное время укладываюсь. Вот из последних у меня самый хороший результат – первый Астана марафон. Ну, я постаралась, потому что с представителями правительства бегала, как говорится, но они, правда, малые дистанции, но я полный марафон за 4 часа 56 минут 14 секунд пробежала. А так, в основном, за 5, за 5 с копейками вот так пробегаю. Ну, самый тяжелый марафон, вообще, убийственная трасса – это в Алмате. Там подъемов, спусков очень много, жара постоянно. Я сильно жару, как говорится, лучше пусть прохладно, холодно, чем жара. Там постоянно вот минимум 26-36 градусов – это уже пекло. Но преодолеваю вот там первые места занимаю за счет чего? Потому что если по своей возрастной группе, например, 61+, то есть у меня вот сейчас я грамоту, дипломы навсегда первые места занимаю. Ну, редко, когда второй. А если, например, 50+, могу попасть уже в второе, третье место. Там больше и участников, и потом уже, считая, с дочками соревнуюсь, правильно, там уже местами приходится рвать где-то на обгон что-то, вот так вот. Ну, на трассе все равно мой возраст уже, например, за 50 уже все равно заметно, за 60, например, хотя бы, да. А вообще международные марафоны с 13-го года, 14, это, ой, 4 года всего возрастная категория, разница должна быть в возрасте. А у нас проводим 10 лет, 15, вот 20 лет. Вот сейчас я пробежала, например, 50+. Мне уже за 70, я на 20 лет разница. Это, конечно, чересчур много, немножко накладно, нагрузку дает, потому что стараюсь всегда попасть в призовое место. Трансурал четырехдневный, там молодежь, в основном, первый день, например, уже 55 километров, представь, в дождь и наверху в горах уже снег или пороша идет, холод, бежишь-то, вот. Ну, курточку берешь все равно с рюкзачком. Многие сходят за дистанцией. Ну, я твой-твой вот похвастаюсь, что вот сколько лет бегаю, в шестой год ни разу вообще не сходила с дистанцией, всегда финиширую. Зависит от тактики бега. Некоторые рывками бегут. Я, конечно, не скажу, что прям так сильно рву, но стараюсь первые 10-15 километров по времени километра за 5-6 минут. А потом средний темп набираю легким бегом, как говорится, в среднюю полосу. А там уже к финишу, на финишной прямой только рву немножко, ну, тоже. Средний я бегу 6-7, например, а последний уже перехожу на быстрый бег. И также на горных марафонах я ни разу не сходила с дистанцией. Вот первый раз в средний Урал 4-4 дня, все 4 дня я третье место заняла. Первое место 51 год Ирина с Перми, по-моему. И второе место Вера 52 года, и я 68 лет тогда мне была. Нас она поразила тем, что она пробегает в России один из сложнейших горных ультрамарафонов «Трансурал». Это 7 дней в горах отрыве от цивилизации, там снег, дождь, град, жара, все вместе. Вот она каждый год участвует в этом забеге. Я всегда иду на максимальную дистанцию, где бы ни участвовала, максимальной дистанции. К нам она приезжает на «Тенгри Ультра», бегает 35 километров. При этом она показывает время в середине общего списка, то есть наравне она прибегает там почти как молодые, да, то есть большинство людей, которые там в три раза моложе нее, но приходят гораздо медленнее, чем она. Марафоны у меня такие частые, что между ними я, конечно, тренируюсь, пробежки делаю 5-10 километров, но вот так, чтобы большие дистанции я не бегаю. И растяжку, зарядку, в баню хожу. Баня – это для меня. Но перед марафоном я в баню не хожу, где-то за 4-5 дней, и тренировок никаких. И после марафона я неделю отдыхаю, а иногда каждую неделю марафон, и мне даже и отдыхать, как говорится, сразу же на марафон. Ну, малые дистанции, как-то я всегда смеюсь, ой, зарядка для хвоста. Это 10-21 полумарафон, ну, просто как бы пробежаться. От Федерации спорта практически никакой помощи. Мне сказали, вот, легкой атлетике в Федерацию обратиться туда. Но я никогда в жизни ни у кого ничего не просила. Для себя лично не, но для общества, для коллектива я могу там, как говорится, выбить и пробить. А для себя не люблю просить. Клуб бывает, что вот выделяют через спорткомитет на Алматы марафон, на Кустанай марафон, в прошлом году на Омба марафон. Ну, это в год 1-2-3 марафона, может быть, максимум. А так за свой счет. Докуда пенсии хватает, на Европу не хватает. Вот нынче на тот год хочу на 6-суточный Нью-Йорк. Ну, планирую, но война план покажет. Надеюсь, в моем возрасте нету таких участников, которые 70 лет в 6-суточные бегают. Да и суточных нету. Еще ни разу никто не встречался, чтобы в 70 лет в суточные бегали. А Латау, который сейчас проходит двухдневный забег, так вот у нас большинство людей участвует только в один из дней. И мотивирует это тем, что, ну, мне тяжело пробежать два дня. В то время, как Амигульсин ни разу такого вообще никогда не говорит, она наоборот говорит, а какой у вас забег посложнее? Мы говорим, ну, вот этот. А сколько дистанции? Так она говорит, ну, нам мало 10 километров, я хочу больше. На Латау она приезжает, потому что это многодневка. У нас в Казахстане практически нет стартов, которые идут несколько дней подряд. Есть ультрамарафоны, но они за раз как-то ингры ультра стартанули, к вечеру финишировали. А вот именно многодневка, когда несколько дней подряд, и она вот специально приезжает сюда, потому что это для нее два дня, это как тренировка к более серьезным гонкам. Тингри ультрамарафон – это вот осенний забег, АЛатау. Тингри двухдневный. А эти один день тоже горный, экстремальный ультрамарафон считается там. С Алматы марафона по сентябрь я пробежала. 14 марафонов я пробежала, это не считая наших клубовских забегов 10 километров. Это у нас 4 этапа летних и 4 этапа зимних соревнований по 10 километров. Ну, там есть 3 километра, 5 километров, но я такие малые дистанции вообще соревновательно не бегаю. Это прошлогодний вот первый день. Канджак-марафон совместили с Транс-Уралом, с нашим соревнованием. Вот я бегала в Средний Урал 4 дня и Северный Урал. Все 4 дня, 2 года финишировала. Второй день тоже, здесь я третье место, здесь второе место. Это вертикальный километр, чисто в гору 10 километров и контрольное время всего 3 часа. И за 2 с чем-то пробежала. Мне говорят, вот мы Транс-Урал бегаем, говорят, как вы не боитесь? Я говорю, кого бояться? Вообще в жизни никогда не боялась. Я одна могла спокойно в горы, в леса уйти за грибами, за ягодами. Спокойно, мы же по 2-3 человека всего ходили. У нас же там на Алтае и волки, и медведи. А в прошлом году на третий день трассу закрыли после 18 километров, 100 метров. Медведица с двумя медвежатами между горами Казанский камень, Семичеловечья, вышла из леса. И первые ребята, которые проскочили, я их лосями называю. Вот они видели. Я говорю, ах, жаль. Хотелось вперед, я заставила на базу звонить, чтобы почему закрыли трассу. Мне осталось меньше бежать вперед, короче, на финиш, чем я назад вернусь на базу, правильно? 18 километров. А дистанция была 33 километра. Она примерно даже не только для спортсменов, но и просто для всех нас. Когда человек, который нам бабушка, она участвует в таких поистине экстремальных забегах. Я сегодня тороплюсь не спеша. Ай! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова